во имя отца и сына и святого духа евангелие от вухи 2 глава 14 стих слава вышне богу и на земле мир человека благоволение все писание писанием называется только библия называется словом божьим три названия все писание бога дух новинна и писали его святые божьи человеки будущий движен святой движим ее отсюда был полное доверие в библии написано в библии говорится бога нет прямо так слова за словом и стоит это не кто-то написала бога есть броней давид если так вот вырвать отдельные стихи прямо так и говорит 13 солом 52 сказал безумец сердце своем дни слух нельзя было его убили бы сразу в израильском народе достоин смерти отрекся закона моисеева и здесь любое слово ставить надо сегодня сравнивать библии правильно или неправильно вот пастухи сказали вот пришли волхвы звездой ухай учахуся что они сказали почему ирод так ошибся он ошибся не в два раза в 700 раз ошибся а как откуда взял два года младенец только родился два года он выслушал от них что два года назад звезда появилась они готовились дальняя страна персия подготовка природные условия зима и вот они постепенно шли-шли дошли дошли а дальше то не знает куда идти ну кому царь должен знать радость а какая царю будет родиться который примет от него по наследству а как раз этого не надо было делать но их никто не обвиняет сегодня даже подумать страшно вот у кого-то мальчики родились у другого девочки молодые несколько пять ребятишек и все мальчики указание дано спросить только одно а воины спрашивать не будут по возрасту видно два года под нож всех это даже вообразить нельзя мы привыкли это говорить какой стон стоял во всей стране а почему сегодня сказали добрый человек пришел все вопросы государственно разрешит а царь то думает как бы он под меня не подъехал то а где-то вот в этот тут 21 этаж вот зашел а другие города мы видели в следующий дом зашел и президент дал бы указание вырезать всех младенцев вот я на сегодняшний день перевожу пользуюсь терминологии сегодняшней а ведь это так это даже сказать нельзя но когда здесь мы считаем внимание особое считать что написано луки 214 это нельзя отнести за незнание это ангелы на небо там никакая редакция никакие корректоры не помешают ну бывает так не нравится вычеркивать что-то считаю раз еще вы запомните сейчас мы еще раз прочитаем слава вышних богу и на земле мир в человеках благоволение относительно верхней части слава вышних бога мы там не были не знаем поверим слава она всегда была слава я даю данные математические где как говорится только в салмах слова слова встречается 21 раз давид воспевает богу в притчах салмона 10 раз и в новом завете 13 раз но какая слава тут все под вопросом стоит я мучаюсь этим когда готовлюсь проповедь у меня столько времени уходит сегодня в интернете за ночь выставили большая лента проповедь их собрали которые я говорил на рождество и мне надо все просчитать и не повторить поэтому всегда молитесь если хотите узнать что такое глубина церковного писания священного писания которое церковь утвердила тем более это все утверждено что мы здесь считаем канонами церкви апостольские правила не выше всех соборов и 85 правило перечисляет евангел от луки там есть уже мы прочитаем мы прочитали сейчас лука 2 14 2 9 почитай пожалуйста вдруг представим ангел господень и слава господня села их и убоялись страхом великим мы в это поверим писание дух святой начертал это все мы сейчас увидим как из того что ангелы пели я никогда нигде не считал ни у златоуста ничего только вчера вечером не бог это открыл на землю пришло не так пришло что это пропели ангелы а невыполнимо мы не знаем что они прославляют бога слава ищи богу мы там не были но в это верим слава ищи богу на земле мир не надо быть политиком что понять мира нету и не просто мира нет ну сколько там говорят 14 тысяч младенца слова 14 не добавляли вы тысячу еще бы как-то парит но тысяч для биплиема народ малосчисленной и в одном месте собрать под сегодняшний день под сомнением но на кто-то на этом тоже деньги делает не где-то вот но в алтайске священники придумали нарисовать женщины там сделали вот то другое и теперь валяются младенца они не сумели защитить и все аборт если там рекой идут туда и молятся мощи никаких мощей быть не может прикосновение к мертвому считалось осквернением и никто не знал каждый похоронил и то есть на этом обман за обманом пошел я не говорю же об атомных бомбах а гулаги об освеянцами речь идет о сотнях миллионов так мир на земле есть или нет нас больше всего этого человека благоволения только я отлично отвечаю перед богом ты за себя а мир если нет война на всех под одну как раз и гребенку гребет как познать атом и сейчас подписанию посмотрим сегодня где мы могли бы быть там пес на певцами но где мы пропустили а что я сделаю у соседа пятый развод а там уже делают ее считает мать она амброси говорит об этом юрасов мать пришла у меня такая она девственница ну стыдливая такая возьми на на исповедь попроси он пришел она уже четыре аборта сделала а для матери она это он все пишет в своих книгах архимандрит вот если бы всю эту историю это писать сегодня когда-то прошло и мы увидели крупными везде в аншлагами было написано слава такой-то организации тут 4 буквы было смерть там пришел человек всю страну поднял на ноги смерть первая мировая это сегодня так говорят нам 25 миллионов кто их мерил вторая мировая 75 а на третью а до третьих еще не дойдет может быть сегодня прямо стоит определенная задача из 8 миллиардов 7 с половиной убрать земли и не скрываясь об этом пишут речь идет 7 с половиной тысяч дальше миллионов а там миллиардов поэтому молитве когда мы молимся и просим мира и господь заходя в дом говорить им мир дома сему а мира нет если не примут мир возвратиться к вам как он возвратится то есть ты останься мирным наша сестра здесь поехала где-то жить и решила там священнику сказать другим что я буду говорить о христе и и никто не принял ее выгнали я на остановке стоит вспоминать что неправильно сделала все правильно по евангелию я забыла пыли трясти и она давай там прямо на остановке трясти где они примут прах а зачем любой следователь скажет пылинки эти они сравнят с теми которые преступники это лабораторная работа они его найдут быстро оказывается я уже отсюда беру что свидетели будут а сколько пыли на нас натрясли и может вы не виновны в этом мы еще раз коснемся этой темы может быть когда господь позволит потому что касается речь славы еще тут дальше мир который бог обещал 308 раз слова 149 так лука 9 так нет а то мне они даже не не луки так прочитай пожалуйста бытие 4 9 49 6 плохо вижу бытие 49 6 что такое пророки разные были но человек которого пророком не считали слабохарактерным и вдруг он начинает умирать и дает программу на весь мир и мы сегодня видим все так то случилось 49 6 совет их да не внидит душа моя их собранию их да не приобщится слава моя ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца и что припоминается это у ивакова двенадцать сыновей и он дает будущее всему еврейскому народу разбитым на 12 частей и здесь же будет сказано христос родиться иудина колено и данного колена привез антихрист он умирающий лежит еще мог сказать дух святой его губами шевелил это самое сильное пророчество на всю библию я медленно медленно доходил до этого сравнил со всеми пророчествами это временно на один день а это нас тысячелетия вперед и все так и будет поэтому в новом завете пророков много вот вы если будете проповедовать это пророчество что господь явится на землю и ревнуйте о дарах пророческих говорит апостол павел не о говорении на разных языках исход 15 2 мы сейчас победим певу эти слова потерянные господь крепость моя и слава моя он был мне спасением он бог мой и прославлю его бог отца моего и приводнесу его эти какие слова мы прощать это не умеет друг другом у нас детство было принято ничего не знали это знали куда-то уходит не сядем минуту посидим сегодня перед расставанием а наоборот примириться со всеми всем ты должен поклониться простите христа ради бог простит тебя помолитесь святая богородица помолись знали что как отвечать теперь они отъезжающими также кланя какие обычаи были в россии это приводило к исследованию самого себя дальше я уже говорил об этом что так 19 38 луки 19 38 так говоря благословен царь грядущего имя господне мир на небесах и слава в вышне вот так там мир где на земле еще раз прочитай я только ночью сегодня можно сказать получил этот ответ говорят христа встречали когда он ходил верное воскресенье и народ брал пророчества об народе научены были только по-другому говоря благословен царь грядущего имя господне мир на небесах и слава в вышне их мир на небесах а тут говорят мир на земле слава в вышне богу на земле мир здесь уже христа встречают он не поправил их ничего потому что мир только на небесах почему там больше бунта против бога не будет откровение 12 глава говорит что небе был мятеж первая революция и оттуда были сброшены эта третья часть это ну бог знал это во главе был люцифер ангел архангел света это в душе дьявол главы сатана будет названы а сколько с ним мы не знаем миллиарды очевидно потому что на каждого человека в одном там легион может быть опять сколько легион но регион считается 2000 и бывают 20 тысяч смотря в какой стране легион почему так случилось прошло время то совсем немного только что ангелы пропели мир на земле и друг мир на небесах а почему его нету рождение христа привлекло к трагедии еврейского народа это все в план божий входило это не все дальше как будет развиваться сколько религий на земле христианство сегодня на земле 25 ноября прошлого года юнеско всемирная организация объявили ровно 8 миллиардов легко запомнить из них 4 миллиарда 450 миллионов христианство 1 миллиард 850 миллионов почти 2 миллиарда мусульман заметьте сколько уже ушло а дальше что мы еще китай и индии не тронула там катфуцианство даоцизм буддизм а где истина в одном только христианстве сколько течений ну больших таких католицизм ведь это одни католики за миллиард уже зашло но как они веруют православных во всем мире там 250 миллионов в одной только Америке 21 тысяча разных названий у сектантов которые сказали иконы нам не нужны зачем нам идолы ни у кого икон нету да нам не нужно чтобы в этом церкви стояли там придумали ничего нету библия и человек друг другом не знают кто это сеет разделяем властвой а ему имя какое лжец и человека убийца и воюет а кто ледовое побоище делал откуда оно пришло я просмотрел эти все моменты пересвет и ослябе вот пересвет оказалось это александр приняли они монашество приняли схему и ослябе имя его родион было это в народе такое имя и их сергий радонежский якобы когда-то крестил постригал и теперь отправил на фронт когда каноны запрещают это делать категорически если назад человек возвращается из схемы берет оружие проклят он мы слепые мы ничего не видим а могли они защитить победа называется первого победа почему вышло на фронт 360 тысяч со всей россии собрали воинов 9 десятых поли там 9 десятых из 10 9 мертвецов это не победа никакая почему потому что через 7 лет пришел оттуда от монголов тахтамыш разгромил все и кель и сергия радуйска сжег зачем оно нужно было бородинского сражения не было бы как кутузов говорил наши силы готов сидеться и молчать зима придет они все здесь лягут так и было насколько положили мы не умеем ждать наши умейте ждать ты можешь не ускорять события а вот если так сделать да нажать да дать да подарить не надо это делать если возможность есть он умирает от голода помоги а не заваливай его тем что он не нуждается сегодня люди вполне достаточно в одном только барнауле это 182 тысячи машин по количеству машин в десятку что ли входит в россии живут неплохо люди им нужен господь а господа они не знают а зачем нам приезжали первое время креститься креститься мы показываем по писанию как человеку надо возвестить а возвестить это надо учить и патриарх говорит алексей второй был ну хотя бы по 20 минут два занятия ну проводите с людьми священники хором отвечает достаточно одного одного достаточно я него сократили до пяти минут и какие люди вот мы знаем я говорил когда в гтв там с цепени кого евгения она преподает и пять лет вела исследование на тремя тысячами студентов возраст разные вопросы 20 как отвечает на 300 человек оказалось которые считают себя христианом только один что-то знает и ходит я был у епископа сидели мы беседовали еще с антонием при нем напечатали я говорю как вы отвечать будете перед богом 1 целых тридесятых процента богородицы ты посадила выросла на 300 гнезд однако да я что сделаю я посылаю их работать они воруют кто знает почему он умер 41 год мы говорили он за дверь выгнул а тут епископ наш сидел что боюсь говорить вчера готовлю это готовлю покушение было на меня здесь это не гетто в епархии я не не против чего только что это везде правители мира которые здесь были отравляют что было из королей которые были в греции из десятерых кажется девять восемь или девять убрали насильственно и детей сразу кастрируют чтобы не было наследников когда в истории вникнешь на меня вчера только выше двое из греции беседовали ничего не знают люди совершенно а мы от них получили а как вы смотрите на евангелие не знает как это отварного да нет такого ну как же но есть и ноха книга это все подделка нет этого все это все это отвергла 4 евангелий нам это достаточно я говорю о мире в человеках благоволение благая в воле а как да будет воля твоя и на земле как на небе любое дело когда ты хочешь узнать как надо поступить вызови к небу и посмотри сюда но исповедовать когда батюшка сколько раз говорил . спрашивай считали ли они евангелие на неделю даже у нас есть здесь который наши постоянно прихожане библии не прочитали которые уши и но завет не прочитали мы ли не говорим об этом у нас все надписами везде и даже надпись а где на да ты сзади прыщи ну подними голову маленько то но мы молимся считаю что написано кто отклоняет ухо свое от слушания закона того молитва мерзость мы может мерзавцы сидим здесь где написано притча соломона 28 9 библии по ней бог будет судить нас смотреть друг на друга не можем может быть мы все посмотрим на все это слова скажу критически его здесь нету но это так посмотреть а я по слову божию не как потому что слова меньше значит 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 чем наша жизнь люди смотрят на нас первый раз проповедник говорит собрались люди и говорит христос вот так делает вот исцелял вот он молился он помогал и один японий сразу соскочил а я знаю где он где у нас сосед такой это христос то есть он даже не мог отличить что каком говорят и тот кто живет я только считал об этом но когда в японию стали попадать пленные еще там при царе там пятый год то николай касаткин это будущем святой который говорит такого не вере нигде не была развращенная дворянством одни иконы ничего не знают курят блудят это он пишет сегодня считаешь это какой-то сектант писал нет это пишет человек который имел большую паству на востоке пытался предотвратить войну в человек как благоволение это в частном порядке ты святая я твою святость не могу перенять а только буду вспоминать вот мы говорим о том что неправильно крестят ну какой правильно то фотографии сделали я делаю вид что я не узнаю это патриарх сегодняшний стоит держит ребенка вот так перепрокинь на руки а ребенок большой там видно года три одеты совершенно и тут стоят епископы тут же стоят видом мать подальше ты его рукой вот так вот на голову ребенок вот так лежит только руками сплеснешь вы посчитаете 48 глава 10 стих 10 стих иеремия проклят кто дело господи делать небрежно нельзя убрать проклятие и проклят кто меч господи держит крови богу не надо мир этот бог выжигает и убивает из тех которые сегодня крещеные если бы они послушали крымского архиепископа луку бойна циневских их надо всех запретить сегодня покрестить человека настолько трудно у нас парализованный лежал воронеж сергей георгиевич вот мы спрашивали козлов сколько он 17 лет она на лежал парализованный и некому покрестить это на наш батюшка там еще один поехали ну как коры там сделали целопан несколько стоял и тогда его погрузили некогда мы не знаем в каком положении находятся люди и приходят деньги платят деньги делать симонии проклятие тому и другому а без кредит без этого патриарх алексии 2 это церковная какая-то название там журнал и там говорит об этом подумать страшно берут деньги за крещение завещание это самая настоящая симония от одной из самых сильных проклятий церкви я беру данные из журналов и когда это показал митрополиту всем руками это разбили почему выпустили ситуации из под рук ни один старый обрядец а их много разных толков за 360 лет когда произошло разделение не крестили так ни один сектант так не крестят идут на озеро там правда прокидают назад это тоже неправильно правильно это в смерть христа почему сегодня креста крестить если во какое отношение имеет а так было церкви готовили и сегодня крещение людей было вот откуда смысл то идет а готовились к этому или нет даже не знает а как готовится должны быть занятия минимум два поручителя как у нас было университете сколько время от трех до пяти лет лет а если у машина задает как начнешь машина всех давит я здесь сколько беседовал против меня выступали по разу и по делевидению ни одного священника нет у тебя как будто их и не бывало никогда мир бог дает миру мир подсчитывать было трудновато потому что слово мир мир на настроении и мир всеобъемлющее положение людей это мир первый мир был потоплен и поэтому мир а я не знаю как у меня пришлось по частям смотреть какие мир тут написал столько потом уменьшил уменьшил наконец вот эти данные ну данные только для того чтобы мы задумались откровение 64 я все не буду что то сегодня мало вместо три писания будет откровение то есть это последнее пророчество касающиеся когда господь сойдет на землю в страшный суд и все часы мира останавливаются все не в руках не электричество не интернет все прекратилось в часы останавливаются почему потому что наступе наступает поисторическая вечность а сколько было до сотворения дамы никто нигде не знает и даже не пытается почему доисторическое а сколько лет нет у человека нет понятия о пространстве и о времени это не дано ну ладно туда прошли я повторю только чтобы знали вы скорость звука какая дрон где-то гривен загремит проходит в секунд 5 10 то это мы услышали там даже 300 метров нету свет идет со скоростью 300 тысяч километров в секунду в секунду и когда дурак сейчас сколько за час секунд умножить на 300 тысяч и сегодня обнаружены галактики которые отстоят от земли на 4 миллиарда световых лет даже нельзя подумать но за ними что то есть нет конца никакого нет потолка а как сразу голова кружится ну где-то же что-то должно там триллионы квантиллионы секстиллионы это дальше набирается не знаем мы сейчас здесь еще раз прошлашим прослушаем почитаю еще откровение откровение 6 глава 4 стих это последнее пророчество и выше другой конь рыжий и сидящим на нем давно взять мир земли и чтобы убивали друг друга и дан ему большой меч понятно мы ничего не можем сделать почему эта программа божия простите я просто выражаюсь мирским языком что понятно заранее пишется режиссура желает снять кто-то ну такие есть люди хорошие он должен написать кто что будет говорить ни одного слова к этому не добавлять а там комиссии будут работать и тогда собачье сердце выйдет это большие-большие знания надо иметь чтобы с оригиналом книги сошлось этим делом заниматься стал смотреть вот так вот говорится это не может быть даже нет может быть так нельзя запомнить а у меня жена она мне показывала все переписала я когда говорил выступал кресло рассоната и прямо я вижу и я считал значит задействованы все здесь быть этом еще раз слушаем и вышел другой конь рыжий и сидящим на нем давно взять мир земли и чтобы убивали друг друга и данному большой меч это уже рыжий это не означает что он рыжий это означает кровью весь обмытый ну кровь какой свет имеет и теперь давно взять мир земли и поэтому ангелы пели о мире который мог бы быть но история показала ни одного дня не было если бы я говорил что это разобрался ну не столько же убил то бы хотя и кого убивать за что и они пошли другим путем он за ними не побежал он бы мог найти их а что с них возьмет мы сказали мы поклонились пошли и он понял с другим государством не надо войну тут можем сами додуматься но он высчитал убрать в мировой истории практически нет такого чтобы такое количество вдруг погибло и притом праздник такой я вчера говорил слово рождество в библии встречается только один раз вот здесь ну рождение но кто-то сказать у меня день рождения вот в другом языке языке там но я знал считал по-французски английский немецкий там нет этих слов русский богатый язык он позвать нас как глаза вот для англичаной все больше еще нету а у нас очень очень там каретом поет теперь он ротто а у нас есть еще и уста если лоб нигде нет другого у нас чело понятие это богатство русского языка которым тургенев говорил великий могучий русский язык и так переведено здесь и сегодня у меня рождество все подумают не о человеке он сказал мое рождество нет это намного выше смысле то рождество один раз встречается потому что христос родился и вот когда мы видим что мира на земле нет я хотел сегодня на один вопрос ответить а может ли он быть мы сейчас прочитали дан меч это все рядом рядом я сколько раз об этом говорил уходя приходя домой повторяйте господи слабо тебе у тебя своя квартирка никто тебе не мешает как она беспризорница ходит так сумели у нее выкинули из дому какой самый у вас трудный час она говорит вещи ложиться негде я иду в окна смотрю кто-то постели расстилает у меня все свое было сумели сделать так должно она не может платить за квартиру и до свидания я беру факты из своей страны где-то а вы знаете где-то ничего не знаю я знаю только одно что я грешник и он меня возлюбил и умер за меня и кровь свою пролил страдания на кресте меня он уступил и зная это мы приложим все усилия создать этот мир хотя бы внутри своей келье тело наше называется храмом чтобы в этом храме был мир мир самим собою мир с ближними и мир с богом да будут восстановлен во всей красоте и радости богу слава за все во веки аминь аминь и и